Привет! Разберем 3 способа заработка в телеграм-ботах. Как на маленьких каналах зарабатывать деньги? Можно ли подключить донаты? Как их подключить? Зачем делают платные каналы? Как на всем на этом зарабатывать? Меня зовут Макс Бондаренко и в этом видео я отвечу на все твои вопросы. Как можно за счет этого зарабатывать? Как зарабатывать на ботах в телеграм? Как подключить донаты? Это будет полный гайд, так что досмотри этот видос до конца. И начнем мы конечно же с общих способов, какие существуют по заработку в телеграм-каналах. На ботах например. Погнали! Если например у вас есть маленький канал, но там вы выкладываете очень годный и например какой-то нишевой авторский контент, то это очень хорошая новость. Тут важно понимать, что либо ваш контент должен быть ценным, либо вы как специалист должны быть ценными для вашей аудитории. Итак, какие же есть 3 способа? Первое это платная подписка на ваш телеграм-канал или на ваш чат. Второе это донаты. И третье это платные сообщения в чате. Итак, теперь быстренько разберем все эти схемы. Итак, здесь ты видишь первая схема. Например, у вас есть открытый основной канал или чат, где вы собираете вашу аудиторию, вы там ее агрегируете. К этому открытому каналу или чат вы можете прикрутить еще и закрытый чат, в который люди будут вступать, или закрытый канал, в который люди будут вступать за определенную плату в месяц. И уже в закрытом канале вы будете постить какой-то дополнительный контент, который будет им угоден или полезен, но в целом вы поняли. Сюда подходит первый вариант монетизации, который мы с вами обсудили, это подписка на платный канал или чат. Вторая схема, которая очень часто пользуется, у вас есть открытый канал, где вы собираете свою аудиторию. Туда мы и подключаем, например, возможность донатить. Возможно, вы придумаете какую-то фишку, за что люди будут платить этот донат. Это может быть, короче, просто благодарность, может быть какой-то гайд, или еще какой-то платный контент, который вы будете людям скидывать или давать за этот донат. И третья схема, например, у вас есть открытый чат. Вы к этому открытому чату создаете закрытый чат, в котором за деньги вам будут присылать вопросы, и вы за эти денежки будете отвечать на эти вопросы людям, потому что они вам, скажем так, задонатили за этот вопрос. Это очень хорошая альтернатива, например, платным консультациям, потому что это будет в любом случае дешевле, а деньги зарабатывать вы тоже будете уже здесь и сейчас, даже если у вас там в чате 20 человек. Самое главное, что вы должны понять, все эти три схемы можно комбинировать между собой в разных вариациях. Все эти три функционала, все эти три схемы можно реализовать всего лишь в одном боте. Это бот NemelinBot. Сразу скажу для тех, кто закрывает уже это видео, этот бот бесплатный, но ровно до тех пор, пока ваш оборот не превысит 5000 рублей в месяц. Все эти функции есть внутри данного бота, они высвобождают огромное количество времени. Вы сами прекрасно понимаете, что, например, отслеживать оплату, это очень сложно и трудозатратно. Модерировать контент в чате тоже сложно. Как вообще сделать, например, принятие оплат через сервисы, где вы будете агрегировать свои денежки. Это все очень геморрное занятие. И этот бот позволяет буквально в 5 кликов это все настроить. Давайте перейдем, я вам покажу, как это правильно все сделать. Вот, пожалуйста, NemelinBot, ссылочку на этого бота я приложу в описании к этому видосу, поэтому обязательно переходите, регистрируйтесь и делайте все ровно так же, как и я. Например, будем рассматривать первую схему. У вас есть открытый телеграм-канал, вот, например, мой телеграм-канал, да? Пожалуйста, ImaSMM, Максим Бондаренко, подписывайтесь на этот канал. Здесь очень много годного про маркетинг и про телеграм, да? Здесь я много фишечек интересных рассказываю. Вот у меня есть открытый канал. Я хочу сделать закрытый платный канал. Что мне нужно сделать? Я сначала создаю этот канал. Вот, пожалуйста, я его заранее создал. Давайте я вам продемонстрирую, да, управление каналом. Вот он, тип канала должен быть частный, да? Вот, все, отлично, отлично. Также заранее создаете закрытый канал или чат, если вам это нужно. Абсолютно не важно. Настройка будет идентичной. Значит, возвращаемся в нашего бота. И после того, как вы вот здесь вот наверху, да, нажмете кнопочку старт, бот активируется. И у вас появится, к примеру, такое окошко. Какой хочешь создать проект? Платная подписка, донаты или платные сообщения. Мы по порядку все это будем сейчас разбирать. Нам нужна в данном случае платная подписка. Мы нажимаем эту кнопку. И введите название нового проекта. И здесь вы пишете название вашего проекта. Как он будет называться? Ну, не знаю, давайте секретный канал Макса назовем, да? Вы называете этот проект. Это название только для вас. Теперь подключи свой первый ресурс. Ты можешь добавить и закрытый канал, и закрытую группу, да? Здесь мы выбираем либо канал, либо группу. Группа это и есть чат. Значит, выбираем канал. И здесь есть инструкция. Вы выполняете все так, как здесь написано. Ничего сложного нет. Добавь меня на MLBot в администратора подключаемого канала. Необходимо одно разрешение. Пригласительные ссылки. Добавление участников. Перешли мне любое сообщение из канала прямо в этот чат. Мы это сейчас все с вами сделаем. Значит, давайте, да? Выделяем этого бота. Значит, открываем наш канал, да? Заходим сюда. Добавить пользователей. Вставляем сюда нашего бота. Вот он появился. Нажимаем добавить. Нажимаем назначить администратором. Нажимаем сохранить. Значит, возвращаемся в нашего бота. Мы добавили в администраторы. Перешлите мне любое сообщение из канала прямо в этот чат. Значит, мы еще раз возвращаемся, пишем любое сообщение. Привет. Выкинули. И вот так вот на стрелочку нажимаем. На MLBot отправить. Значит, возвращаемся в нашего бота. Ты успешно подключил канал секретный, канал Макса Бондаренко, да? Добавь еще один ресурс, переходи к созданию тарифного плана. И нам пока что добавлять еще один ресурс не надо. Создаем тарифный план, да? Здесь мы выбираем, конечно же, рубли. И обратите внимание, что здесь есть различные единицы, условные единицы, в том числе есть крипта. Мы выбираем рубли. Ну, кому какое угодно выбирает. Я выбираю рубли. Введите название нового тарифа. Давайте напишем. Ежемесячное участие в закрытом канале. Да? Давайте я вот так вот назову. Значит, отправляем это название боту. Выберите деятельность тарифа на соответствующую кнопку. Доступ будет даваться у меня в моем канале на месяц. Здесь вы можете выбрать вот бессрочная разовая плата, да? Там может быть несколько дней. Я выберу месяц, да? Здесь пишет. Теперь укажите цену в рублях. Для этого тарифа минимум 10 рублей, да? У меня доступ будет стоить, например, 300. Я отправляю цифру. Выберите ресурс, доступ к которому открывается создание тарифа. Значит, и здесь мы уже выбираем наш канал, да? Вот этот вот секретный канал. И нажимаем сохранить. Ты можешь настроить еще один или перейти к завершающему этапу. Мы нажимаем кнопочку следующий этап. Здесь нам с тобой нужно создать бота, который будет проверять людей, проверять оплаты от этих людей. В общем, короче, будет следить за порядком. Значит, здесь тоже простая инструкция, которую нужно выполнить. Мы заходим в бот фазер, создаем нового бота и отправляем токен этого бота именно сюда. Нажимаем прямо вот сюда, бот фаза. Здесь, видите, у меня уже открыто меню. Можно вот так вот нажать и create a new bot, да? И здесь он мне пишет, отправьте имя вашего бота. Здесь вы по-английски создаете название вашего бота. Не знаю, Максим, бот, нем, нем, нем. Вот такой пусть у меня будет бот. Название этого бота абсолютно не важно. Я отправляю имя. Здесь в юзернейм, в боте, оно должно оканчиваться именно на бот. Отправляем вот такое вот имя и все. Отлично, бот создан. И вот этот вот токен, мы его копируем. Вот эту вот штучку, да, длинную. Мы его копируем. Возвращаемся в NAMILINBOT и он здесь пишет. Отец отправит тебе IP токен, да? Важно, не используй бота. Я жду токен. И вот сюда мы его копируем и отправляем. И он его проверяет. После того, как он проверил проект, секретный канал Макса, бот для клиентов. Вот он, наш ботик, да, который мы будем скидывать. Здесь админская панель, здесь есть настройки и проект. Нажимаем админская панель. Мы можем здесь посмотреть статистику этого бота. Мы можем сделать здесь определенную рассылку по тем, кто в этого бота вступил. Мы можем выдать кому-то подписку. Мы можем продлить все подписки. Статистика, да, и здесь вот бот нам будет скидывать статистику. Можно замутить реферальные ссылки. Нажимаем назад. Здесь, короче, есть полный такой как бы функционал этого бота, что он может управление рассылками. Вы можете создать рассылку по тем, кто находится в этом боте. Прямо отсюда, да, управление рассылками. Мы можем здесь запустить, но этого делать не буду. Итак, следующий этап для того, чтобы нам получать платежи. Нам, конечно же, нужно настроить систему платежей, да, систему приема этих платежей. Если вы где-то на каком-то этапе здесь потерялись, да, то вы просто открываете свой NEMELIN бот. И вот этого бота, которого вы создали, еще раз отправляете, да, и здесь появляется главное меню. Соответственно, что здесь нужно выбрать? Настройки и платежные системы. Нажимаем. Здесь можно выбрать несколько вариантов. Я рекомендую выбирать U-Money. Нажимаем U-Money. Сменить кошелек. Это уже кошелек мой привязанный, да. Ну, давайте я его отвяжу и покажу, как это сделать. Привязать U-Money. Нажимаем, да. Отправьте номер кошелька. Он примерно выглядит вот так. Конечно же, у вас перед этим должен быть зарегистрирован кошелек. Заходим в свой кошелек и вот этот вот номер мы с вами копируем. Открываем и этот номер отправляем сюда, да. Запомнил номер кошелька. Дальше нужно настроить. Нажимаем настроить. Для того, чтобы настроить автоматические уведомления, выполняйте эту инструкцию. Это несложно. В поле ввода адреса скопируйте следующую ссылку. Вот эту вот ссылочку нужно скопировать. В общем, погнали. Настроить уведомление. Нажимаем перейти. Вот она, пожалуйста, страничка открывается. Здесь секретный ключ подлинности проверки. Ставим вот эту вот галочку. Нажимаем показать. Копируем. Возвращаемся в нашего бота. Отправляем этот секретный ключ сюда. Он пишет отлично. Теперь последний самый легкий шаг, чтобы еще раз переходим в настройки. И нажимаем протестировать. Нажимаем протестировать. Возвращаемся в нашего бота. Все работает. Теперь твои подписчики смогут оплачивать доступы через U-Money банковской карты, либо самого U-Money. И вот здесь вот видно, да, теперь, что есть кошелек, который я только что привязал. Автоуведомление, да, уже есть галочка стоит. Текст кнопки банк карта или U-Money. Комиссия не установлена. Приостановить. Отвязать здесь вот это меню настройки самой платежной системы. Итак, давайте теперь перейдем, посмотрим, как выглядит этот бот для человека, который будет подписываться платно на ваш канал. Давайте еще раз мы это сделаем. Точнее вот так зайдем. Соответственно, после того, как он нажимает кнопочку старт, приветствуем секретный канал Макса, да, который мы с вами создали. Бот создан на платформе Mnemilin. Чтобы ознакомиться с тарифом, выберите необходимый, нажав на соответствующую кнопку. И вот этот вот тариф, который мы с вами и создавали. Ежемесячное участие в закрытом канале. Нажимаем эту кнопочку. Ежемесячное участие в закрытом канале. 300 рублей в срок действия в один месяц. Вы получите доступ к следующим ресурсам. Секретный канал. Нажимаем оплатить. Соответственно, счет на оплату сформирован. Перейти к оплате. Перейти. И здесь открывается страница с ссылкой на U-Money. Вот, пожалуйста, U-Money. Вот он счет. И, соответственно, с любой картой оплачиваете. Бот принимает эту оплату. Приходит уведомление вам. Приходит уведомление человеку. И человек получает доступ в закрытый канал или в закрытый чат. Возвращаемся в настройки. Здесь вот есть различные настройки, которые вы можете посмотреть. Вы можете посмотреть проекты, которые у вас есть. Вот у меня два проекта. Вы можете посмотреть настройки платежной системы. Сменить язык. Да, интеграции различные. Можно нажать оплату. Вот он. Лимит оборота вы можете посмотреть. Там у меня сейчас 5000. После зарасходования текущего лимита ты не сможешь принимать оплату, пока его не увеличишь. Есть оплатить расширение лимита. История платежей, да? Например. Ну, пока что истории нет, оплатить расширение лимита. Бизнес 1500, Unlim 2500, здесь можно посмотреть вот эти условия. Соответственно, есть помощь, есть техподдержка, саппорт самого этого бота. Туда ты можешь написать официальный канал, в котором ты можешь перейти, подписаться и тоже посмотреть различную информацию, нужную информацию. Далее мы с тобой приступаем к созданию донатов для канала. Нажимаем создать новый, соответственно, нас интересуют донаты, денежные донаты, видео инструкция, описание, демо проект. Здесь ты все это можешь просмотреть, вот эти все функции. Давай я напишу донаты. Нам нужно открыть бот фазер, создать нового бота, команда newbot. Отец отправит API токен и этот API токен, мы уже с вами это все проделали, нужно скинуть сюда. Открываем, нажимаем. Так, max donat bot. Так, давай еще раз. Ну, допустим, он у нас будет вот так называться. Все, отлично, вот он API токен. Возвращаемся. Вставляем его сюда, копируем, вставляем, да. Отлично, он проверяет. Бот успешно привязан, теперь отправить мне числа через запятую, которые будут кнопками донатов, да. Например, 10, 50, там поставить стандартные. Можно поставить стандартные, можно отправить свои. Или можешь пропустить. Ну, давайте поставим стандартные. А нужно ли показывать кнопку другая сумма, отображать, тоже выбираем, да. Все понятно, теперь нужно привязать канал, либо привязать группу. Давайте это сделаем. Добавьте меня, NemoLinBot, в администратора, подключаемого канала. Необходимое разрешение публикации сообщений и перешли мне свое сообщение в этот чат. Да, давайте мы так и сделаем. Копировать выделенный текст. Давайте подключим мой канал, да, в управление каналом. Заходим. Администраторы. Добавить администратора. Здесь мы находим данного бота. Нажимаем сохранить. Также нам нужно сделать репост в NemoLinBot любого поста. Нажимаем отправить. Ну вот и все, проект создан. Теперь ты можешь изменить любые настройки, что указал ранее. Настроить проект более детально. Откройте проект. Открыть проект, нажимаем, да. Вот, соответственно, бот для клиентов. Вот этот вот бот для донатов. Он уже подключен к моему каналу. Он и будет все это контролировать и проверять. ID проекта. Статистика сбора настройки проекта. Настройки бота. Приостановить донаты. В архив удалить. Здесь есть статистика. Сам посмотришь потом. Соответственно, как это будет все выглядеть. Ну, например, я выкидываю какой-то пост и говорю, что донаты здесь. Кто хочет, например, кто. Хочет задонатить вам сюда. И скидываю ссылочку на, пожалуйста, сюда. Да, и вот, пожалуйста, человек вот так вот кликает на этого бота. Конечно же, ему нужно запустить этого бота. Какую хочешь сумму отправить. Донат-бот создан на платформе Nemelin. Донаты это безвозмездное денежное пожертвование на предусматривающие взамен каких-либо товаров или услуг. И вот они сумма 10, 50, 100, 150, 500, 1000. Например, другая сумма. Введите сумму, например, давайте сделаем там 50. Отправить донат. Изменить сумму. Давайте нажмем отправить донат. Скидывается. Создается счет. Скидывается на страничку. Сумма. Можно написать комментарий. Отправить на U-Money. И, соответственно, человек перекидывает на страничку. Здесь можно перевести сумму. И эту сумму вы получите на свой кошелек U-Money. Вот что касается донатов. Эта услуга бесплатная. Она безлимитная. Что еще очень важно понимать. Все платежи, которые вы будете делать через этого бота. Они идут напрямую к вам в U-Money. В ваш кошелек, который вы привязали. Ну и что касается платных сообщений. Абсолютно то же самое. У вас должен быть закрытый чат. Созданный закрытый чат. Вы в этот закрытый чат создаете нового бота. Подключаете через Nemelin. И, соответственно, настраиваете сумму доната. Которую вам будут высылать эти люди. Вам приходит уведомление о том, что есть платное сообщение. С определенной суммой вы получаете эти деньги. И в этом закрытом чате вы отвечаете на этот вопрос развернуто. Так как вы и предлагали отвечать на эти вопросы за определенные деньги. Таким образом, друзья, можно зарабатывать деньги на совсем маленьком канале. С 20-30 подписчиков, но целевой аудитории неплохие деньги. И делать это через бота. Этот бот выполняет львиную долю работы. И, в принципе, работает без сбоев. Очень круто. Поэтому переходите по ссылочке в описании к этому видосу. Забирайте этого бота, устанавливайте, делайте по инструкции все то же самое. И начинайте зарабатывать со своего небольшого канала уже какие-то деньги. Здесь и сейчас, прямо в Telegram. С вами был Макс Бондаренко. Подписывайтесь на этот канал. И пишите в комментариях к этому видосу, что вам было непонятно. И каких ботов еще рассмотреть в следующих видосах. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok